Маршрут номер 5 стартует с улицы Косарева от 5-й республиканской больницы. Проезжает по Химашу через новый микрорайон Юбилейный и оттуда направляется на юго-запад. Отличный вариант, если нужно сразу туда, минуя центр. К примеру, до медицинского института горожане стали добираться в разы быстрее. Вот только их не так уж и много. Мониторинг транспортного управления показал. Пассажиропоток на пятом маршруте по сравнению с другими – низкий. Компания-перевозчик предлагает внести изменения. Изменения маршрута касаются только юго-западного района. То есть на сегодняшний день мы, заезжая на юг-запад, едем по улицам проспект 50 лет Октября, Энгельса, Ульянова. После Радо поворачиваем на Гагарина, из Гагарина поворачиваем на Невского. Я вышел с предложением в администрацию. То есть после улицы Ульянова с поворотом на Гагарина у торгового центра «Макс» делать разворот без стоянки. В этом случае автобус двинется на Химаш, вновь объезжая юго-запад. Такие перемены могут увеличить пассажиропоток, в том числе за счет тех, кому нужно не до самого Химаша, а на улицу Невского. Предложение о частичном изменении маршрута рассмотрят в транспортном управлении. Впрочем, те пассажиры, которых мы застали в автобусе, маршрут хвалят. Всего на маршруте 8 автобусов-пазов. Этого вполне достаточно. В час пик «пятерки» ходят раз в 10-15 минут. Да и в межпиковое время максимальный интервал 20 минут. Это подтверждают и сами пассажиры. Как и ожидалось, долго на остановке сидеть не пришлось. Спустя две минуты после интервью молодая мама уехала с малышкой на автобусе в сторону Химаша. Даже странно, что такой долгожданный и удобный маршрут не слишком востребован. Возможно, не все пассажиры в курсе, как ходит автобус. Стоит поторопиться оценить преимущество, чтобы на повестке дня не встал вопрос о его исчезновении. Уже в конце июля в Саранске может появиться новый маршрут, который свяжет юбилейный с центром. Он будет носить номер 33. Прием заявок от перевозчиков завершится 22 июля. Валерия Никитина, Станислав Семин. Народные новости.